В хуторе Коржевском во время его освобождения в далеком 1943 году наши воины смогли сломить сопротивление немецких оккупантов. Немалый вклад внесли и девушки-снайперы, памятный знак которым установлен около 19-й средней школы. Учащиеся чтут память героев. Памятник трем девушкам-снайперам Нине Бабай, Галине Бущик и Терещенко Раисе был здесь возвигнут еще в 1972 году. Он в хорошем состоянии, а территория вокруг него обустраивается школьниками. В 19-й средней школе хутора Коржевского считают уход за памятным знаком своей почетной обязанностью. Каждый год мы входим 9 мая сюда возлагать цветы. Мы ухаживаем за этим памятником. Здесь проходят торжественные линейки. К подножию памятника возлагаются цветы. Павшим смертью храбрых комсомолкам-снайперам в школьном музее посвящена экспозиция. Еще с первого класса нам рассказывают о девушках-снайперах. Мы возлагаем им цветы и помним о них. Подвиг девушек-снайперов воспет в стихах. И эти строки в музее, посвященном ратному подвигу народа, звучат особенно волнующе. Березы тихо шелестят, бесстрашный девичий отряд. Тогда, в далеком 43-м, то были воины, не дети. Голубоглазые девчата, светловолосые солдаты. Прошло уже три четверти века со времени окончания боев в Коржевском. Но юные коржевчане не забывают тех, кому они обязаны счастьем мирной жизни. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова